мы сейчас напишем портрет с натуры портрет романтический без особых академических трудностей вы видите материалы которые мы берем обычные материалы как всегда мочим холст мочим разбавителем мочим для того чтобы вогнать в холст краску чтобы она не сопротивлялась набор в нашем портрете мы уже определились какого цвета он будет будут голубовато фиолетоватые сверху картины верху картины и зеленоватый внизу есть такой романтический портрет как бы в саду как бы на природе вы видите достаточно нахально набрасываем краску немножко грязним даже грязним для того чтобы чистый цвет который мы положим в финале прозвучал на на грязноватом вы видите низ слегка грязноватый мастихином оранжевую краску в штриховываем совершенно плоским мастихином мастихином штриховываем в то что мы уже накидали холст влажный за счет разбавителя и легко принимает краску тем что мы расштриховывали рыжий светечек он подобрал соседние красочки и сразу все сгармонизировалось в цвете передо мной стоит девушка александра с красивой прической вот мы набираем ее портрет сеанс длился всего 50 минут александра не устала не успела мы сделали два перерыва сейчас пока просто набираем основные пятна фоновые пятна набрали набираем пятно тела пятно волос и буквально штрихуем плоским мастихином штрихуем немножко дымчато штрихуем видите да что мы так как бы не делаем жестких вот жесткость появляется в одежде например причем такая мазистая жестом эффектно темные места на сарафане светлые какие-то завязочки ленточки по цилиндру на штриховали руку вы видите видите как она мягко вошла фоновое пятно и есть и опять же без этих академических хитростей вы видите по пятнам у нас все разобрано цвет тела иной чем все остальные пятна по тональности своей тональность волос иная чем все остальные пятна тонально сарафана иная даже зеленцу которая у нас в картине присутствует положим и в головочку для того чтобы все было во всем все пятна между собой были союзны свет на лице пока рисуем просто шарик шарик головы яйцо головы шарик головы то есть мы принципиально разбиваем на свет и тень ну легкий намек на нос легкий намек на на лоб на шею на ключицу какой-то светик мигнет на руке и тоже расштрихован эти теневые немножко зеленят световые оранжевят и это звучит фоновому пятну за счет фонового пятна обрисуем силуэт фигуры крупные мазочки можно сказать нахальные мазочки создадут атмосферу легкости ветерка весеннести чуть-чуть какие-то новые цветики добавляю больше желтоты вдруг появляется а здесь на фиолетовизне голубизна прозвучит прозвучало попробовал звучит раскидал несколько пятен видите какая свобода в движениях мозаика красивых пятен у вас может получиться еще красивые пятна у моих учениц очень часто эстетствующих в цвете очень красивые пятна получаются лучше чем если бы положил я я как бы с формой дружу а они часто дружат в силу вкуса с цветом и в данном случае здесь для них а значит и для вас полный простор пятно амбразурки буквально пятно глазниц темность глазниц под носиком если свет сверху а он обычно сверху под носиком чуть-чуть теневая губочки чуть-чуть краснят вы видите я сейчас взял кисть для уточнения пальцем уточняю подвигаю краску куда мне надо кистью какие-то локоны начинаю набрасывать все эти линии вы прекрасно сможете сделать то есть это не высшая математика это элементарная единственное помните пятно волос единым цветом пятно тело единым цветом и внутри единого цвета цвет тени чуть-чуть ноздрики чуть-чуть бровочки пока очень приблизительно очень по рабочему пятно глаза сначала как пятно то есть никаких серьезных уточнений почти рисунок модельяне верхняя губочка чуть-чуть темнее нижняя чуть светлей потому что свет сверху и между ними разделительная полоса краснит точечки глаз зрачков постараемся положить их так чтобы они уже смотрели ну вот получилось немножко обрисуем их рыбками нижнем верхнем верхнем веке и нижнем Вы видите, у неравенства верхнего века и нижнего, верхнее темнее и нарочитее, нижнее пока только намек. Сходство пока очень приблизительное, но мы работаем сначала с формой, так, чтобы длина носа совпадала, ширина рта, брови, чтобы расстояние от бровей до глаз было приблизительно похожее. Ну, сейчас мы уточняем, уточняем лицо. Видите, активность света на световой части. Обратите внимание, как я держу кисть, то она была плоско к холсту, штриховательно, то она уточняющая, как шариковая ручка по бумаге. И вот самые сильные световые пятна уложил. Тоже пока еще все приблизительно, нет еще ничего финишного. Но где-то характер уже чуть-чуть, чуть-чуть. В рамках теневой рефлекс. Отраженный свет, вот каких-то светлых поверхностей с правой стороны. Блики в глазах, вы видите, сделали глаза сразу мокрыми. Уточняем цвет. Хотя вначале мы положили коричневый цвет глаз. А теперь в коричневый вогнали синеву. Сейчас немножко уточняем верхнее веко. Чуть-чуть нижнее, видите, оно слабее. Ресницы я рисую общим пятном. И любой художник рисует общим пятном. То есть детские истории с мелкими ресничками. Не делаем. Чуть светлее нижняя губочка. Теневые места. В глазницах. В районе носа. Нос имеет вот такие толщинки, которые до ноздри имеют толщину. То есть вот она сейчас показана. То есть ноздря и не сразу блик. А сначала полутон. Если вы посмотрите на себя в зеркало, вы обнаружите все те же все те же проблемы света и тени. Уголочки обычно выражены. Чуть темнее у многих людей. Видите, какая она у нас красивая. И на холсте будет тоже красивая. Сейчас очень важный момент сила тона. То есть даже не цвет, а степень темности. Что темнее, что светлей. Насколько вот эта теневая, которая сейчас пишется, светлее темных мест в глазах. Тут нам пришло в голову буквально на ходу. А давайте цветы разбросаем. То ли она их держит, то ли она к ним подошла. Белые розы. Вы видите, просто пока раздаю пятна. Но в этих пятнах уже есть свет и тень. Просто потому, что где-то подобрало темную красочку, а где-то белый остался чистым. Ломанный характер листьев у розы. Угловатый характер. Здесь у нас нет никакой подсказки. Просто на ходу рисуем рассказ о розах. То есть мы же знаем, какие они. Ну вот приблизительно такие. Главное, что у них есть свет и тень. Розовиночка какая-то. Фиолетовиночка в теневых. Если вы увидите белые цветы, белые розовые, сюда вы увидите в теневых фиолетовиночку. Лепестки зеленят. То в пользу синего, то в пользу желтого, то с коричневым. Видите, какой произвол. Полный произвол. Окраска живая. Захотели, убрали. Захотели, понаставили. Картина пишется сразу вся. Все элементы картины не должны остаться без нашего внимания. Мы ни в коем случае не застреваем на каком-то одном пятне. Постоянно себя контролируем. Не застряли ли мы. Даже если у нас что-то удается и нам понравилось, мы все равно бегаем по всей картине. Пишем сразу все. не застреваем на каком-то отдельном куске. Увлеклись губами. Переметнулись на другое. На третье. То цветы, то фоновые пятна. То немножко в лице. Картина сюда должна писаться так, чтобы если бы у нас у нас ее отняли сейчас, на нее можно было бы смотреть. Поэтому все, что не дозвучит, набрасываемся на эти места. Конечно, кульминация это лицо. И вот сейчас мы немножко на нем застряли. Но поскольку у нас основные пятна уже все набраны, мы можем себе немножечко позволить уточнение в лице. То есть, в принципе, фоновые пятна мы можем сдать, мы можем показывать зрителям. В принципе, волосы так набраны, такими пируэтами, что их мы тоже можем уже таким. Ну, уточнение в лице, конечно, это дело интуиции, мастерства. Да, у вас интуиции. Но даже новичок с таким легким портретом может справиться. С академически точным не справится. А вот с таким легким может справиться. Вы видите сдержанность в тоне, в теневой части глаза. Нет. Хотя вот я сейчас светлым кладу, но нет такой степени светлости, как на свету, на носу, на щеке. То есть, степень темности. Бережемся от неточности в тоне. Не в цвете, а именно в тоне. Вы видите, белки в глазах не имеют той белизны, которую бы, по идее, можно было бы дать. То есть, они, белки в теневой, в рамках теневой, а в данном случае оба глаза как бы немножко в тени. То есть, белки не кричат так, как свет на носу, на щеке. Очень важно. К сожалению, новичок норовит взять чистый белый и положить в белки. А вот блики достаточно ярко звучат. Вот они могут быть равны почти цвету. Ну, волосы это... Я думаю, каждая женщина справится вот с такими... Вот с такими движениями. Это одно удовольствие писать кучерявые волосы. И тоже вы видите работа в тоне. В теневой части волосы вполне темны, на свету. Они светлы, но их поддерживают теневые. Рыженький в тени не равен рыжему на свету. Обратите внимание, он тише. он равен некоторым пятнам на свету, но в принципе он в рамках теневой. Небольшие акценты на плече. Видите, эти светлые акценты решают вопрос, причем жестом, жестом решаем вопрос. Можно же было бы эти ленточки на сарафане рисовать кистью долго и изнурительно. Нет, свет тень и красивый жест. И в принципе уже хорошо. намек на ключицу штриховательным, мастихином плоско держа, плоско штрихуя по по холсту, уточняю. Видите, и палец в ход идет. краска настолько подвижная, маслянистая, что можно ее гонять и гонять по холсту. Главное не перебирать лишние краски в ответственных местах, там, где нам нужно порисовать. А там, где на холловом пятне, можно любую густоту себе позволить. ну вот, как будто волосы оставили следы в небе. Эффект подвижности фигуры. Это так, баловство. Можно было иначе поступить, можно было не делать этого. Показалось, что вот так будет весело. А сейчас мы просто уточняем лищика, уточняем подробности носик, губки, порисовали, порисовали, порисовали и закончили наш портрет. Здесь, конечно, нужно мастерство. Здесь нужна интуиция, здесь нужен вкус, что, дай бог, вам проявить. мастерство. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!